приветствую всех вы на канале оскользкое время с вами я константин симонов программ коробка передач тема у нас сегодня важная тема очень острая называется она экология нам здесь жить дорогие друзья а вот как это вопрос стране запущен нацпроект который очень там до двадцать четвертого года какие планы и что должно поменяться об этом мы поговорим с заместителем генерального директора регионального оператора центра экологической безопасности максимом викторовичем у него растет макси викторович и начальником производственного дела игорем викторовичем они все здравствуйте честно сказать вопросов много давайте начнем с общих мусорная реформа что это такое что мы хотим поменять или уже меняем безусловно уже меняем в процессе может быть не так динамично как хотелось быть тем не менее уже на сегодняшний момент есть что сказать что мы хотим поменять ранее до начала реформы до 19 года из себя отрасль представляла разрозненную систему все-таки систему разрозненную больше 30 транспортировщиков по области было да отрасль была недостаточно зарегулирована с 1 января девятнадцатого года ввели так называемый институт региональных операторов которым является центр экологической безопасности белгородской области с момента введения этой системы централизовали оптимизировали некоторые процессы на сегодняшний день в области у нас существует четыре транспортировщика на на всю область на все 22 муниципальных образования региональный оператор управляет администрирует этими процессами однако транспортирование как заметили многие граждане по-прежнему транспортирует тот же транспортировщик который был да да вот это один из главных вопросов это как раз тот вопрос который вызывает вопрос сомнения что же изменилось потому что вроде как получается рекоператор зачем он кто такой рекоператор рекоператор прежде всего был создан этот институт для того чтобы всю эту систему оптимизировать скажем так до этого мусор вывозился транспортировщиками от кого-то вывозился от кого-то не вывозился дальнейшее его ну судьбу судьба была менее прослеживаемо да то есть что-то вывозили там складировали на полигоне и все нацпроект экологии который вы озвучили он все-таки предполагает что 2024 году будет система которая треть этих отходов будет позволять как-то вытаскивать из общего объема не захоранивать возвращать их в новом виде или видоизмененном каком-то обратно в использование скажем когда разрозненная система это трудно администрировать это трудно прививать одна кстати из цели рекоператора как раз просветительская потому что людям нужно объяснять что такое раздельный сбор как его применить куда идут эти отходы что из них потом происходит то есть нацпроект экология он предполагает 20 24 году 36 процентов должно у нас уже не захораниваться а куда-то идти в какой-то другой продукт перерабатывать перерабатываться да то есть уже мы понимаем тот объем ну треть этого объема она уже не будет земле это реально сразу вопросу зритель это очень амбициозная цель сразу скажу но она достижима она вот возможно она не достижима на территории одномоментно всей российской федерации да но предпосылки для того чтобы она была достижима на территории белгородской области она вполне вполне она амбициозно но она постижима хорошо пункции цеба все-таки смотрите конкретность ли берем староцку экотранс вывозил и сегодня вывозит появился оригинальный оператор для чего чем занимаемся региональный оператор прежде всего он появился под определенные изменения законодательства то есть ну во первых вот этот вот малозначительный переход от тбок ткода услуга стала перешла из жилищной в коммунальную до что можете пояснить сразу что менялась такой тонкий момент то есть теперь грубо говоря рек оператор является организации приравненной к ресурсоснабжающим да и все механизмы по взысканию там скажем задолженности как коммунальной они в том числе относятся теперь и к нему это позволяет вести определенную работу там с дебиторской задолженностью начислять вот сам механизм даже тоже вызывал вопросы так называемая оферта да но это необходимый механизм для того чтобы сразу развернуть эту систему и вовлечь всех потребителей в данный процесс то есть основной у нас накопитель это потребитель кстати белгородская область хорошо пошла по пути что у нас накапливают не по квадратным метрам а по людям да соответственно рек оператор собирает эти деньги транспортировщики которые у него законтрактованные вывозят этот мусор и рек оператор расплачивается с ними учитывая что имеет место быть сам рек оператор он все процессы он берет на себя ответственность да это вот по принципу как вот в капремонте есть фонда то же самое вы если у вас проблемы с вывозом вы не ищете там кто это должен сделать муниципалитет управляющая компания кто для этого есть региональный оператор уже он свои процессы обязан оптимизировать так чтобы найти кто намусорил или если невозможно было найти кто намусорил кто уберет кто заплатит за это основная функция это координирующая просветительская ну я правильно понимаю как вы сказали что теперь можно гражданину просто позвонить или там написать на мэйл цебу и а вы уже собственно сами решайте вопрос мы даем ответ в процессе подготовки это ответа полностью мы отрабатываем причины с кем взаимодействует с органами по межведомственного взаимодействия и уже даем окончательный ответ хорошо но сразу по оплате в двух словах естественно это же беспокоит горожан оплата выросла у вас есть на это определенные причины до причины ну самая основная причина то что это регулируемая сейчас деятельность и допустим сам тариф рассчитывается исходя из множества показателей по транспортированию захоронению по расходам самого рек оператора и скажем так вот сам региональный оператор он не разрабатывает тариф не разрабатываю нормативу только применяет эти тарифы норматив тариф спускается к комиссии показа по государственному регулированию цен на тарифы белгородской области по сравнению с прошлым годом он снизился немного но снизился то есть сегодня у нас там девяносто пять с лишним рублей это платит один житель многоквартирного жилого дома и 102 рубля платит житель индивидуального жилого дома если брать период до 19 года да он вырос но еще раз вот подчеркнул раньше вывозили то есть ну там люди платили там 30 40 рублей например да и куда шел данный мусор он просто вывозился на свалку в лучшем случае он просто возился на свалку и все сейчас заложены в тариф в норматив инвестиционная составляющая то есть как раз появление вот этих всех механизмов инструментов для того чтобы утилизировать внедрять раздельный сбор это требует определенных затрат да можно спросить почему я сегодня должен эти затраты нести ответ на это вот я лично по своему убеждению считаю такой это затраты на будущее будущих поколений мы не задумывались о мусоре честно говоря до этой реформы я через когда я через себя это тоже все пропускаю и ну как обычный житель я думаю из старооскольского городского округа мы не задумывались об этом вообще то есть плата небольшая была достаточно символичная можно сказать в некоторых муниципалитетах тем паче сейчас она выросла по стране 19 года но сказать что она неподъемная нельзя но она под это есть обоснование что из этого будет да то есть строительство инфраструктуры хорошо вопрос к вам игоря викторовича все-таки давайте попробуем классифицировать мусор потому что у нас некоторые люди условно пакеты с отходами от еды выбрасывают в большие скажем так 8 кубов оранжевые контейнеры да а мебель разбирают и наоборот то есть вот в эти маленькие зеленые вот можно нам сейчас классифицировать куда и что мы должны выбрасывать те отходы которые размер не позволяет их складировать в обычные контейнеры их необходимо складировать скажем так в бункер более объемные емкости предназначены для этих целей это как правило у нас бункеры которые также устанавливаются на территории староскольского городского округа в основном это у нас отходы связанные от текущего ремонта жилых помещений да я подчеркнула это только отхода от текущего ремонта жилых помещений никак не от капитального ремонта у нас многие потребители если доделают капитальный ремонт да там вносят изменения в реконструкцию жилого помещения или нежилого помещения и несут эти все отходы складируют в эти емкости можно примерно давайте так сейчас кроме того вот что у нас относится я понял крупногабаритным отходом до в основном это мебель диван кровать которую размерах не позволяет складировать в обычные контейнеры скажем так который необходимо складировать специальные емкости в те же бункеры для того чтобы можно было избежать на перенакопление отходов в обычных контейнерах и чтобы у нас как правило еще потребители не совсем приучены к этой вот системе да именно складирование отходов да почему потому что восьмикубовые емкости устанавливаются да потребители видят что емкость установлена и несут скажем так пищевые остатки которые складируют в эту в эти восьмикубовые бункера да это не надо делать для почему потому что с них же образуется как и протекание отходов да и перенакопление там контейнерных площадок да все жители уже информированы и прекрасно знают том числе управляющие организации провели с ними большую так скажем так объемную работу и информированное население в какие именно дни будет установлены восьмикубовые бункеры на контейнерных площадках и какие дни необходимо осуществлять их складирование а вот когда за транспортировка производится одним и тем же одной и той же компании это первое и второе но к сожалению есть отдельные индивидуя до сих пор но не понимают вот то о чем вы говорите вот в случае того что взимание платы не только взимание платы в случае того что мы условно мебель выбрасывал этот маленький зеленый контейнер что делать эко трансу он же просто элементарно не сможет вывести этот бак совершенно верно приходится специалистам сотрудникам транспортной компании осуществлять перегрузку этих отходов с менее скажем так с контейнером бункер для чего для того чтобы первое это не повредить транспортное средство которое осуществляет транспортировку таких отходов из места накопления места приема размещения таких отходов необходимо же оптимизировать эту как бы нашу всю систему и первую очередь нас должны услышать потребители что неправильно это делать специальной емкости устанавливаться в которые необходимо осуществлять складирование скажем так крупногабаритных какого что немаловажно хотелось бы отметить те отходы которые образуются есть такая тонкая грань у нас законодательстве те отходы которые образуются у нас от текущего ремонта они выводятся региональным оператором абсолютно бесплатно чтобы у нас потребители все понимали что платить за эти отходы не надо мы понимаем что на территории староскольского городского крови есть как многоквартирные дома так и индивидуальные жилые дома да мы понимаем что есть у нас проблема где не все места накопления у нас еще обустроены да где-то у нас преобладает такую способ как индивидуальный способ обслуживания индивидуально вывозится от домовладений да мы понимаем мы понимаем почему это происходит потому что уже сложилась существующая застройка да а есть контейнерным площадкам определенные требования да они должны находиться сейчас уже в соответствии с нормами санпина с новыми которые вступили в силу с двадцатого года и так сами тоже правильно понимаю мусорной реформы да о чем говорить да конечно контейнерная площадка должна находиться не менее 20 метров от границы земельных участков жилых земельных участков хорошо в связи с тем что я хотел добавить от не и отметить что есть такой способ вызов как индивидуально это то есть потребитель складирует свои отходы напротив своего домовладения и непосредственно от его уже домовладением транспортная организация осуществляется сбор и транспортирование отходов хорошо вот тогда можно два вопроса вот первый опять же вот может ли человек из гражданин из соседнего дома вот мой условно это восьмикубовый бак выбрасывать свои свою крупногабаритный мусор это раз и второй момент что делать транспортировщику мусора если не заключен договор вот мы сейчас говорим о частных домовладениях мне кажется с этим есть некоторые вопросы я попробую ответить константин спасибо что заострили я тоже хотел тут подсветить когда мы говорим о таком понятии которое игорь викторович затронул индивидуальный сбор это не имеется ввиду что мы заключаем что мы у конкретного потребителя начинаем забирать с контейнера это значит просто по каким-то причинам исторически сложившимся улица не позволяет допустим расположить там контейнерную площадку и пока переходный период вот ведется такой способ накопления то есть у вас к вжс вы если поставите себе контейнер у нас пока нет нормативной базы она скорее всего ближайшее время появится для того чтобы вам рассчитать индивидуально как физическому лицу и в данном случае пока мы не ведем речь о том что вот у нас сами договор и поэтому можно вывозить по факту а второй ваш вопрос именно если нет договора да есть механизм оферта он для того было сделано если нету договора то есть даже не так он есть он есть спустя 15 дней после первого дня 19 года он автоматически был заключен и транспортировщик транспортировщик когда выигрывал контракт и заключил с нами договор он обязался вывозить всю зону то есть в данном случае он обязан вывести всю зону это кстати ранее были такие случаи когда транспортировщик мог там у одного возить и другого не вывозить если нет договора сегодня ситуация немножко изменилась потому что должны вывозить все задача рекоператора собрать средства рассчитаться за этот объем но как раз такая система позволяет избежать чтобы не было такого вот вы законопослушный гражданин вы со мной заключили договор я у вас вывожу примеру 5 уклонились и они конечно же будут думать куда деть этот объем к моему подъезду скорее всего как вариант как один из вариантов или там куда-то в урочище для того чтобы ну если с вас уже и так деньги берут система она должна сама себя регулировать если с вас уже и так деньги берут будете вы искать куда выкинуть какой урочище наверное это нецелесообразно согласен но тут же опять же возникает вопрос есть люди которые не вводят дом в эксплуатацию и вам это тоже проблема известна есть такое скажем так проблема известная мы ее сейчас пытаемся оптимизировать но здесь как проблема ее не существует почему смотрите если мы к примеру берем но это мы какие допустим биковские массивы если мы берем да или какие условно условно и же с и же с ну допустим до введения в эксплуатацию дома да там по идее по закону если читать буквально закон так его не накапливать такого начинает накапливаться когда он введен в эксплуатацию в нем начинается проживание сегодня ввести дом в эксплуатацию для того чтобы его ввести в эксплуатацию нужно подключить туда там газ воду если у вас там нет газа воды то наверное вы там действительно не живете и так его не накапливаете вы платите за вывоз там строительного мусора как только вы ввели в эксплуатацию даже если вы не живете уже идет начисление это кстати тоже одна из боли этой реформы, когда начисления идут даже за большее количество мест, где вы можете накопить, хотя вы один. У вас может быть квартира, дача, дом загородный. Да, граждане, законодательство сейчас так трактует, платить надо везде. Ну, по-человечески я понять могу, это возмущение, потому что я же один накапливаю, но пока вот в этой системе обращения с ТКО, равно как и в других системах, где ранее появились счетчики, пока не придуман такой счетчик, да, и пока система такая, приходится, ну, 354-е постановление правительства трактует, что нужно, где вы не живете и не проживаете, начислять на одного собственника. Предполагается следующим образом, вы живете в квартире, но вас никто не ограничивает какое-то время пожить на даче, какое-то время пожить в доме. Да, это нецелесообразно, но нет системы, вот кто-то придумает, может быть он получит Нобелевскую премию, если он расскажет, как это, как это вот замерить, как эти 2,4 куба разделить между тремя точками пропорционально. Пока система такая. Здесь я тоже могу провести параллель, вот пока не было счетчиков обильно на воду, да, все платили по нормативу. Ну, никто там, норматив был 8 кубов в месяц на человека, ну, 8 кубов в месяц, ну, никто, допустим, в квартире не мог, но норматив такая штука, да, и все платили. Когда то же самое появилось в мусоре, все сразу возмущаются, а почему вы мне не сделаете что-нибудь по факту, чтобы я точно накапливал. Кстати говоря, еще заистрю, вот буквально 2 минуты, почему нормативно, немножко я понимаю, федерацию, почему отстает какой-то механизм, чтобы забирать в ИЖС-ах по факту. Это вот тоже самое, ну, пресловутое понятие, да, мы сейчас заключим с вами по факту, и у вас резко пропадет мусор, ну, потому что вот сразу возникает соблазн, вот как-то его как-то вот не показывать, не демонстрировать. К сожалению, вода, вода, газ, это такие безусловные, да, он к вам поступил, счетчик считал, вопросов нет. Мусор, ну, да, он накапливается, безусловно, он есть, вы живете, он накапливается, а вот показать его невозможно. Да, это такой подход, где человек должен проявлять свои, скажем так, положительные качества, то есть, на доверие работа определенная, дальнейший путь нашего мусора, то есть, куда он у нас едет. Те отходы, которые накапливаются на территории Староскольского городского округа, они поступают на автоматизированный мусоросортировочный комплекс, который расположен на территории Губкинского городского округа. Это частная компания, принадлежит она ООО «Флагману». Хорошо, но есть еще один полигон, куда мы возим строительный мусор, правильно понимаю, есть такая возможность у нас? Да, на территории Староскольского городского округа есть еще полигон, но он в соответствии с территориальной схемой не предназначен для размещения твердокоммунальных отходов. В соответствии со схемой потоков обращения отходов, потоки, которые образуются, твердокоммунальные отходы, которые образуются на территории Староскольского, едут в Губкин. Там полигон готов переработать отходы в объеме 150 тысяч тонн в год. Он предназначен для территории двух муниципальных образований Сараскольского и Губкинского городских округов. Хорошо, вот такой вопрос. Мы сказали о том, что крупногабаритный мусор и мусор от капитального ремонта условно-строительного, это разные вещи, надо понимать нашему зрителю. С этим строительным мусором куда обращаться, как его вывозить? Расскажите, пожалуйста. Потребителям необходимо заключать отдельный договор на вывоз иных отходов, скажем так, строительных отходов. Необходимо выбрать ту компанию, которая обладает соответствующей лицензией на вывоз таких отходов, чтобы мы могли проследить путь этих отходов, движения. Чтобы не было соблазнов, скажем так, у индивидуальных предпринимателей, у юридических лиц с потребителя взять определенные денежные средства и отвезти эти отходы не на объект размещения отходов, а куда-нибудь в посадку, лишь бы только заработать. Ни в коем случае, вот моя рекомендация для потребителей, необходимо как можно больше получить информации об том индивидуальном предпринимателе или юридической организации, которая именно действительно занимается вывозом строительных отходов. А может быть и иных отходов, у нас не только строительные отходы образуются, у нас также есть и ветки, и иные еще отходы. Их вообще на самом деле 5 классов отходов, которые вывозятся, скажем так, по разным механизмам. И поэтому потребители должны понимать, что это отдельные виды отходов, и с ними надо на каждый вид отходов, скажем так, заключать отдельный договор. Но что я хотел подчеркнуть, к твердокоммунальным отходам относятся те отходы, которые образуются в жилом помещении в процессе потребления физическими лицами, а также схожие по составу для юридических лиц. Это все твердокоммунальные отходы, то, что образовано в жилом помещении. И они вывозятся в рамках единого тарифа на твердокоммунальные отходы. Хорошо, но вот такой вопрос. Вы выезжаете по области, следите за ситуацией. Все-таки бывают такие случаи, когда находите какие-то могильники, когда действительно люди просто берут и в лес вывозят. Ну, я думаю, что такое, к сожалению, есть у нас, да? Ну, если бы мы сказали, что такого уже нету спустя полтора года рекоператора, мы бы, конечно, слукавили. Конечно, это еще имеет место быть. Опять же, здесь еще есть момент такой, скажем, у нас вопросы не только физических лиц и бизнеса, общество можно затрагивать. То есть, еще есть момент такой, предприниматели, те, которые уклоняются от заключения договора, да, они, в общем-то, думая, что они тем самым там избегут начисления в будущем, да, они там сами решают вопрос с этим мусором, да, и вывозят куда-то его в посадке. Тем не менее, хочется подчеркнуть, в течение трех лет, вот 19, 20, 21 год включительно, рекоператоры сегодня ведут эту работу, выявляют физических лиц, юридических лиц и ИП, они приходят, и мы вручаем им уже счета за 18 месяцев, потому что по оферте, чем раньше вы придете, предприниматели и юридические лица, тем быстрее мы заключим с вами договор по факту, расскажем, как это сделать. В противном случае у нас нет другого выхода, как по закону начислять, зависит от период, по нормативу, в большинстве случаев он не выгоден предпринимателям. Поэтому система сама по себе, она отлаженно будет работать, когда предприниматели не будут уклоняться от заключения договора или пытаться снизить эти объемы, заключив договор по факту. Физические лица будут накапливать места накоплений, делать это накопление квалифицированным, транспортировщики будут вывозить по графику и препятствовать протеканию фильтрата и еще каким-то негативным моментам. Оригинальный оператор быстро решать вопросы всех участников этого процесса. Вот тогда система, скажем так, сегодня она проходит очень постоянную калибровку. Хорошо, а вот если мы возьмем какой-то такой частный пример, все-таки приходилось, наверное, сталкиваться с теми, кто грязно нарушал условно закон, вывоз мусора. Как мотивировали, вот мне интересно, когда вы с этими людьми общались, вот они смотрели вам в глаза, они как вообще, о чем они думали? Вы имеете в виду физические лица? Да, ну когда приходили, ну не важно, может быть это юридическое лицо, вывез, вы его поймали там, условно нашли чек какой-то, да, а там оказалось. Ну какие-то там вещдоки условные. Ну, скажем так. И это штраф, наверное. Да, это штрафные санкции в отношении этого юрлица. Плюс, если не было договора за весь период, начисляется по нормативу. Ну, скажем так, на начальном этапе это было больше мотивировано тем, что там мало информированность, не знали. Хотя, честно говоря, уже к концу 19-го года в это было очень трудно поверить. На сегодняшний день есть все-таки еще вот эта иллюзия, попытка избежать, да. Ну, здесь все просто. Ну, просто попытка избежать. Вот просто вот вывозили, пока не спрашивали, не поймали. Хотя вот работа ведется с органами местного самоуправления, вот с администрацией Староскольского городского округа активное ведется. Потому что как раз администрация тоже очень заинтересована в этом процессе. Безусловно, безусловно. Ну, не только потому, что она администрация и у нее, скажем так, хороший запас лояльности на территории Староскольского городского округа, но и потому, что в случае, если не находится какой-то контрагент, да, по закону мы должны там предъявить это администрации, да. То есть в данном случае все участники достаточно идут там на помощь друг другу и выявляются такие контрагенты. Ну, поясним зрителю, что в том случае, когда не находится правонарушитель, да, то, соответственно, муниципалитет решает эту проблему, вывозит мусор условно, да, и это, по сути дела, ложится на плечи всего общества. Ну, по сути, да, как по закону это расписано, да, хотя надо сказать, что здесь тоже, принимая во внимание региональный оператор, принимать во внимание этот переходный период, ну, надо понимать, что муниципалитеты, ну, тоже, да, там, не сделаешь там одномоментно фотоловушки везде, да, мы понимаем, какое-то бремя и рекоператор на себя берет, потому что эти расходы не заложены в администрации, где-то это совместная работа, где-то, ну, то есть, находится компромисс. Это не целая проблема для муниципалитета, на самом деле, вот вы правильно говорите, не заложены деньги под это, да, а не так просто, на самом деле, взять и выделить. Да, потому что, вот, нацпроект экология, амбициозная цифра, да, к которой нужно прийти, и проект этот стартовал достаточно быстро, и законодательство вроде есть, но муниципалитеты по объективным причинам, да, они не могут просто взять на себя это бремя, надо решать, искать, выявлять, это и эко-надзор, то есть, в данном случае, я считаю, что у нас взаимодействие со Староскольской администрацией очень тесное, в целом находим компромиссы. Ну, а если мы говорим о таких вот могильниках мусорных, все-таки наша задача как-то задать импульс сознательности общества, или все-таки, кроме как штрафных санкций, иного варианта просто нет, и насколько вот эти, скажем так, штрафы, они действенные, или, может быть, все-таки нужно, скажем так, повышать? Константин, хороший вопрос. Я полностью здесь на стороне того, что необходимо все-таки вести активную просветительскую работу, которой занимается ЦЭП. Штрафы – это дело хорошее, нужное. Даже я с вами соглашусь, наверное, санкция недостаточная в случае выявления, да, ее можно было бы повысить, но сейчас, наверное, особенно в период, вот сейчас большая нагрузка на бизнес идет в связи с карантинными мерами, да, ну, пусть даже и снятыми уже, но больше просветительская. Так же, как и, знаете, мне нравится в данном случае всегда употреблять такой оборот. ЦЭП, он призван сдвинуть вот эту парадигму понимания общества, что мусор – это что-то такое, ну, незначащее, да, и парадигму понимания нужно сдвинуть и у физических лиц, и у хозсубъектов. То есть люди должны понимать, что вот, ну, накапливается у тебя столько мусора, ну, ты хочешь сейчас как-то сократить свои расходы за счет мусора, значит, ты, по сути, наплевательски относишься к общественным интересам, ну, по большому счету, так же оно и есть. Ну, так оно и есть, на самом деле, не по большому, так оно и есть. Это сродни, как сравнить, да, вот Белгородская область славится, я это видел, сравнивая с другими регионами, очень большим количеством в местах общественных мест урнами, да, и когда человек кидает мимо урны, мы понимаем, это проблема-то не общественной среды, да, не администрации, да, и мы начинаем, вот задача в отношении таких граждан и хозсубъектов создать тот же индекс брезгливости к таким проявлениям, как есть у нас сегодня, кто кидает мимо. Да, он кинул, да, есть службы, которые уберут, но мы понимаем, что это еще вот эти атовизмы, с которыми работать приходится. К сожалению, да, так и есть. Я бы хотел отметить, что Центром экологической безопасности совместно с Управлением экологического надзора проводились совместно с органами местного самоуправления, проводились совместные мероприятия по установлению собственников отходов, которые были расположены не в местах накопления, а, скажем так, были ими образованы несанкционированные места размещения твердокоммунальных отходов, и эти лица привлекались к административной ответственности, и им выдавались предписания, которые впоследствии потом заключали договор с региональным оператором, и региональный оператор вывозил, ликвидировал, скажем так, несанкционированные свалки, скажем так. Хорошо. Эти совместные мероприятия дают свою определенную пользу. Понимаем, что территория большая, да, как сказал Максим Викторович, если потребители считают, что с ним нет договора, то ему платить и не придется, да, но, тем не менее, это не так, ему придется платить с января 2019 года, поэтому, как бы, избегать и накапливать, и размещать отходы не в местах накопления, и стараться избегать не заключения договора с региональным оператором, ну, это ни к чему хорошему не приводит. Все-таки устанавливаются и привлекаются к административной ответственности. А как бороться с ними, да, полностью с вами согласны, поддерживаем. Необходимо, на мой взгляд, таких нарушителей информировать, может быть, с использованием средств массовой информации, да, может быть, какие-то придумать стенды, да, скажем так, и поэтам, условно, Иванов или Петров. Да, негативный образ можно создать просто таких людей, чтобы уже люди понимали, да, как только мы привлечем к этому делу общественность, да, как мы будем только, на мой взгляд, кажется, как только будет общественность больше в курсе об этом, следовательно, и у нас будут больше информацию нам потребители давать, да, скажем так, жители нашей Белгородщины информировать, регионального оператора, органы местного самоуправления, органы экологического надзора, и вместе с этим мы можем потом уже бороться. Когда мы все вместе объединимся, мы достигнем определенных целей. Хорошо, раз уж мы к этому подошли, по экоактивистам, ну, давайте так их называют, люди неравнодушны, да, вот их механизм действия, то есть, вот я собрался от чистого сердца сегодня убрать мусор там в какую-то определенную территорию, какие мои должны быть шаги, и кто мне должен пойти навстречу. Даже если я, условно, купил там свои пакеты и прочее. А, экоактивисты не те, которые выявляют, а хотят улучшить систему вы имеете в виду, да? Ну, да, давайте, может быть, и про тех, и про тех поговорим, условно. Ну, те, которые, скажем так, прониклись, стали уже неравнодушны этой новой системе, да, то есть в данном случае мы, на самом деле, на текущий момент ситуация для них достаточно простая, да, у нас, как в некоторых там западных странах, нет такого, что нужно сортировать на 7 видов фракций, да, мы пошли по дуальной системе, то есть у нас сухой, мокрый, если мы говорим про квартирные дома, то есть в данном случае данный активист может на территории там своего, на квартирного дома, да, там попробовать собрать собрание, да, рассказать ему, что возможно потенциально, если перейти на раздельный сбор и действительно накапливать отдельно сухой, отдельно мокрый, в данном случае там произойдет суммарное снижение там объема ТКО и потенциально меньше рублей в платежку, но, скажем так, механизм есть, он непростой, в общем-то, все, что связано с таким проживанием в кондоминиуме, да, мы с вами понимаем, что на сегодняшний день люди сталкиваются с одними и теми же проблемами, это не только там непонимание на собрание, чтобы пойти по этому, да, ну, даже явка на это собрание, то есть там, ну, я беру, по примеру, даже своего дома, у меня не камеры в круг установить, что было бы полезно, как раз в период, когда какой-то свой активист, не желающий, что на проходе ставят машины, начал резать шины, да, не шлагбаум, то есть эти все вопросы, они, в общем-то, тяжело проходят, да, и те, скажем так, пока анклавы раздельного сбора Белгородской области, это такие хорошие положительные практики, это есть у нас где-то, да, они есть, есть отдельные там дома, которые перешли, есть, есть там пилотные какие-то улицы, но это еще пока в работе, это все результат, в общем-то, знаете, стечения таких обстоятельств, когда люди собрались примерно, скажем так, одного сообщества, инициатива индивида, скажем так, да, не система, а пока, к сожалению, это инициатива индивида, да, и люди, которые пошли за этим, да, решили, ну, тоже были неравнодушны, скажем так, у нас в обществе пока еще массово перейти на это не получится, механизма такого и нету, и, наверное, все-таки здесь все лежит в плоскости там прав человека, да, всех принудительно не переведешь. Хорошо, ну, вот смотрите, я, допустим, живу на своей земле, ну, условность своя, я имею в виду, ИЖС. Староскол, нет, Белгородчина, Россия, то есть мы глобально так уже смотрим на эти вещи, да, я вот решил сегодня выйти в посадку и ее убрать, вот взял там, условно, даже пакеты купил, вот все собрал, это дальше мне что делать-то? Нет, вы знаете, в данном случае, как бы я действовал, да, ну, может быть, как дорожная карта для этого активиста, если действительно есть такое желание, один или, ну, лучше, когда там есть какие-то единомышленники, в данном случае у рекоператора есть несколько каналов связи, там, горячая линия, сайт, интернет, направить письмо рекоператору о том, что вот хочу, планирую, желаю сделать это, у нас есть служба по работе со средствами массовой информации, да, в данном случае рекоператор будет только за, то есть он, региональный оператор, и сам инициирует данные проекты, да, они, ну, достаточно видовые, и если это будет со стороны людей, это не останется, в том числе и вот с вот этим вот подчеркиванием. А не будет такого, что я соберу мусор, а потом мне скажут, а, там, это твой мусор, твой пакет, и мы еще тебе штраф за это выпишем. Нет, такого не будет? Да нет, конечно, такого быть не может, в данном случае только за рекоператор, что подсвечиваются какие-то места, которые еще не попали в орбиту. Они же, понимаете, если не таким цивилизованным способом, они смогут попадать тогда в орбиту, когда уже негатив приходит, да, черные списки, там, жалобы, уж лучше отрабатывать это, скажем, рекоператор в данном случае очень заинтересован на таких, ориентируется на таких активистов. Хорошо, последний вопрос к вам, обоим. Все-таки, сейчас зритель скажет, да вот там, на Западе, вот вы скажите нам, пожалуйста, все-таки вот переработка мусора, это какой-то реальный проект, то есть это возможно в нашей стране? Пускай, может, не сегодня, даже пускай не через пять лет, но все же. Мы придем к этому? Ну, во-первых, сам опыт этих стран говорит, что это возможно. Другой вопрос, что, скажем так, у некоторых стран уже 30-летний опыт в этом, да, и как мы знаем, некоторые страны даже покупают мусор, да, вот. То, что прийти к этому можно, это однозначно. То, что идти к этому нужно, это еще более однозначно. Амбициозные цели стоят, сокращенные сроки, скажем так, всегда там в России, в Белгородской области приходилось, наверное, там где-то догонять, но я уверен, что в данном случае все это будет реализовано, еще более амбициозные цели будут ставиться, как раз опираясь на опыт, скажем так, на лучшие технологии, сейчас и внедряются. Что-то, сразу скажу, ничто не копируется в России, и тем более в Белгородской области, вот просто огульно, там работает, тут нет. Все приземляя на землю, особенно работая на территориях, мы понимаем, что везде свои нюансы. Где-то менталитет, где-то там территория, где-то там качество инфраструктуры текущей. Нельзя просто скопировать. Даже, скажем так, тот дуальный сбор, который ассоциируется с американской системой, все равно его точно так же нельзя. То есть у нас какая-то происходит симбиотика, это и американская система, в части того, что дуальный сбор вывозят на полигон, там досортируют, и европейская, в части прививания людям этого. То есть в данном случае идем пока по дуальной системе, для того, чтобы в будущем это перейти на больше, пока ждем, пока инфраструктура дойдет до состояния готовности, готовим умы. Отлично. Я думаю, что информация исчерпывающая, дорогие друзья. Мы будем на связи. Спасибо большое, что вы к нам приехали. Старый Оскол. Удачи. Я думаю, мы как-то вместе все-таки сможем решить проблему. Тем более, как я уже говорил, нам жить на этой земле. Безусловно. Все. Спасибо большое за внимание. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин